Python является одним из самых популярных на сегодняшний день языков программирования. С ним легко начинать обучение, он обладает возможностями для создания больших и сложных систем, а также имеет множество библиотек для выполнения практически любых задач. Вообще, библиотеки, или как ещё их назвать модули, являются одним из самых основных преимуществ этого языка. Сегодня практически у любой технологии обязательно есть библиотека для Python. Крупные компании любят выпускать свои разработки или поставлять собственные API-продукты в виде SDK на языке Python. Именно по этой причине начинающий программист выбирает его в качестве первого языка, ну а опытный в качестве основного или дополнительного. Как и у многих других языков, у Python есть собственный менеджер пакетов под названием PIP. Он позволяет быстро, а точнее в одну команду, скачивать любой из всех доступных библиотек и фреймворков. Их на Python более 300 тысяч, а дневное скачивание составляет несколько десятков миллионов. Точную цифру я, к сожалению, не нашёл. Из этого всего можно сделать вывод, что библиотек на Python очень много и на любой вкус. Плюс ко всему, как мы видим, спрос на них очень велик. Однако среди множества есть те, которые используются больше других, очень популярные, выполняют важные для программиста функции и поставляют очень крутые инструменты, ежедневно которыми пользуются сотни тысяч программистов по всему миру. Поэтому в этом видео я приведу топ-10 популярных и главных библиотек на языке Python. Request – это одна из самых популярных библиотек на Python, целью которой является сделать все HTTP-запросы более простыми и более удобными. Библиотека сертифицирована под лицензией Apache 2 и полностью написана на языке Python. По сути, он является фактическим стандартом, который используется всеми разработчиками для выполнения HTTP-запросов. Помимо стандартных запросов на сервер, библиотека также позволяет добавлять данные для формы, содержимое или контент, заголовки, файлы из нескольких частей и т.д. При помощи данной библиотеки разработчикам не нужно добавлять запрос URL или кодировать пост данной вручную. Из особенностей можно выделить это то, что он позволяет многокомпонентный потоковую загрузку файлов, автоматическое кодирование и декодирование контента и проверка SSL. NumPy – это мощное и простое в освоении библиотека с открытым исходным кодом, который позволяет манипулировать и работать многомерными массивами. Библиотеку в основном используют для проектов машинного обучения, а именно при построении матриц. Если вы собираетесь выполнять какие-либо сложные математические вычисления, пакет NumPy значительно простит вам жизнь, так как она предоставляет инструменты, помогающие создавать многомерные массивы и выполнять вычисления с данными, хранящиеся в них. Практически каждый программист, работающий с машинным обучением, использует данный модуль. Плюс ко всему, множество сторонних библиотек, которые работают с построением нейронных сетей, поставляют свои модули с библиотеком NumPy. Pygame – это бесплатная библиотека с открытым исходным кодом, предназначенная для разработки мультимедийных приложений на Python, особенно для двумерных игровых проектов. Следовательно, он широко используется как начинающими, так и профессиональными разработчиками игр. Конечно, таких уж громких и крупных проектов на данной библиотеке нет, однако инди-разработчики смогут полноценно реализовывать свои проекты. С помощью данной библиотеки также можно портировать приложение на платформу Android, для этого необходимо использовать расширение PGS4A. Из особенностей можно выделить это то, что он не требует OpenGL, намного облегчает использование многоядерных процессоров, для использования всех доступных функций графический интерфейс не требуется. И последнее это то, что он использует ассемблерный и оптимизированный C-код для реализации основных функций. Django – это веб-фреймворк с открытым исходным кодом, который позволяет создавать мощные веб-приложения или любые типы сайтов. Одним из основных популярных примеров, созданных с помощью Django, является Instagram, Bitbucket, Disqus, Mozilla Firefox и т.д. Фреймворк также обеспечивает защиту от атак типа SQL-инъекций, межсайтового скриптинга или CSS, подделки межсайтовых запросов или CSRF, а также кликджекинга. По сути, на Django можно создавать сайты любого типа, от системы управления контентом или CMS до социальных сетей. Веб-платформа состоит из модулей или пакетов, которые позволяют разработчикам быстро писать в веб-приложения без необходимости обрабатывать точные детали протокола и управления другими веб-приложениями. Django считается полнофункциональной веб-платформой, в которой базы данных, сервер приложений, механизм шаблонов, модули аутентификации и диспетчер аккуратно объединены для создания высокоуровневой структуры. Эти отдельные компоненты включаются при установке пакета и для их правильной работы часто требуется лишь незначительная настройка. TeeKint – это стандартная графическая библиотека, которая предлагает простой и быстрый способ создания кроссплатформенных настольных приложений. Модуль предлагает более 15 типов виджетов, включая кнопки, метки и текстовые поля. Каждый из них имеет доступ к некоторым конкретным методам управления геометрией, которые служат для организации виджета по всей области родительского виджета. По сути, с помощью данной библиотеки можно создавать различного рода крутые десктопные приложения для операционных систем Windows, Linux и macOS. Если у вас последняя версия Python, то библиотека TeeKintor, скорее всего, уже установлена. BeautifulSoup – это удобный и довольно популярный модуль, который используется для партинга различных веб-страниц. Библиотека умеет партить как DOM элементы в HTML, так и XML-страницы, а также автоматически конвертирует сходящие документы в Unicode, а исходящие в UTF-8. Популярность данной библиотеки заключается в том, что в основном с ней проще работать и она хорошо подходит для начинающих. Но один из основных преимуществ это то, что он хорошо работает с плохо спроектированным HTML и имеет множество подобных функций. Библиотека также имеет крутые функции поиска элементов и отличную документацию, где подробно расписаны все методы. Для создания кроссплатформенных мобильных приложений и приложений для мультитач-устройств разработчики Python используют библиотеку Kiwi. Это бесплатный фреймворк с открытым сходным кодом, который распространяется по лицензии MIT и работает на Android, iOS, Linux, macOS и Windows. Kiwi, или язык Kiwi, является промежуточным языком, предназначенным для описания взаимодействия с пользователями интерфейса. Он позволяет легко создать полный пользовательский интерфейс и добавить к нему действия. Kiwi также предоставляет поддержку Raspberry Pi. Из особенностей можно выделить это то, что он кроссплатформенный, предлагает более 20 расширяемых виджетов и поддерживает графический движок, построенный на OpenGL ES2. В отличие от Django, Flask это микрофреймворк. Это означает, что он фокусируется на правильном выполнении нескольких минимальных задач. Flask больше подходит для небольших проектов, где не требуется построение сложных механизмов взаимодействия сервера с фронт-эндом. Он в основном используется для создания API, то есть интерфейса, который принимает запрос и обрабатывает его на сервере. Также Flask используют для создания небольших веб-сайтов. Конечно, для более крупных проектов вам придется покопаться в коде фреймворка и добавить недостающие компоненты для построения полнофункциональной архитектуры взаимодействия серверной части с клиентской. Еще одним преимуществом Flask является быстродействие, как при обработке запросов, так и при написании кода. Многочисленные разработчики Python по всему миру используют библиотеку Async.io для написания синхронного кода с использованием синтаксиса AsyncAwait. В большинстве случаев библиотека Async.io идеально подходит для высокоуровневого структурированного сетевого кода с привязкой к I.O. Библиотека поставляется с несколькими высокоуровневыми и низкоуровневыми API. Из особенностей можно выделить это то, что он позволяет управлять под процессами, распределять задачи через очереди, выполнять сетевой ввод и вывод, а также синхронизировать параллельный код. Модуль Pillow или Pillow – это бесплатная библиотека, которая добавляет интерпретатору Python возможность для обработки и манипулирования различными форматами изображений. По сути, Pillow – это фактически отвлекление библиотеки Pill. Сначала библиотека была основана в первую очередь на структуре кода Pill, однако позже это превратилось в что-то более дружелюбное и лучшее. Многие считают, что Pillow на самом деле является современной версией Pill. Библиотека Pillow умеет накладывать водяной знак, склеивать изображения, генерировать киев, создавать превью изображений, а также множество действий с размером и форматом изображений. Одним словом, это must-have для тех, кто работает с изображениями на Python. Разработчики всех приведенных библиотек регулярно вносят улучшения обновления, чтобы идти и много с растущей популярностью и ростом языка программирования Python. Знание этих популярных библиотек будет способствовать дальнейшему изучению языка и улучшат ваше знание в языке Python. В любом случае, если вы регулярно пользуетесь Python в различных направлениях, рано или поздно вам придется столкнуться с приведенными библиотеками, потому что они являются лучшими в своей специализации. Конечный выбор, как всегда, остается за вами. Ну а на этом у меня всё. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, делитесь своим мнением в комментариях. До новых встреч!